всем привет сегодня занимаюсь новым проектом даже подготовкой пока что я пока делаю маленькие элементы высекают из толстой кожи кожи я забраковала мне очень нравится лицо для ремней хотя его можно было довести дома но он такое матовое деревянное и вот я решила не делать с него с этой кожей ремни а сделать такие вот заготовочки вот вот сейчас сижу пока день я каждый день понемножку разрешаю себе постучать громко чтобы люди сходили вот значит что я делаю такой вот высечкой вот так вот высекаю видите вот эти фрагментики кожа толстая она после каждого удара вот сюда забивается с помощью вот такой штучки станция я вот так вот так вот эту штучку вот если сделать два пробоя одновременно она застревает надолго и мне таких элементов нужно наверное с 1000 а может больше задумку узнаете в конце видео и вот этот вот лист хотя бы до половины надо пройти а может и до конца смотря какой масштаб я захочу короче самое главное чтобы в этих формах видите здесь спайка идет и у меня уже какая-то одна форма распаялась что другое дело поэтому по ней очень важно бить очень правильно советует не бить вот так прям по ней оставить какой-то сверху ну элемент я вот или деревяшку его так представляет ну вот так мне удобнее что я хотя бы чувствую там где-то вертикаль это да и почему потому что нагрузка вот на эту всю вот периметр распространяется более-менее равномерно но можно и так стучать потихонечку делать это восемь-десять ударов она постепенно просекается дело в том что кожа очень толстая ее с одного удара не прошибешь третью обухо не перешибешь да в общем вот сижу упражняюсь таких несколько дней подготовительных и будет у вас такая вот заготовка мешок заготовок я решила стучать это в этом помещении пока можно вот и пока видите светло на улице по всем законам можно постукать а потом уже нельзя ладно вот как раз тот момент когда все видите окончательно распаялась вот эта вот степка и и короче говоря металька вот она просекается да но постоянно вот в эту щель попадает кожа иногда отрывается иногда приходится ее подрезать ножичком в общем не знаю сколько еще эта штучка прослужит мне попробую еще рядочек сделать сделаю пока у меня вот сколько это конечно мало в общем сколько получилось только получилось дальше у нас уже видите вот такие сбоку получатся заусенцы если бить тем же самым высечкой дам попробуем оставить ее еще живой что сейчас будет я вот пробойничком примерно миллиметра полтора буду делать дырочки в каждой в каждой этой детальке набью дырочке потом я буду соединять все элементы длинная цепочка вот помните такие раньше были деревянные люстры чем я хочу сначала понять сколько у меня получит получится вот таких цепочек почему я беру такой диаметр потому что кожа толстая чтобы потом легко было просунуть проволоку чтобы это раз а чтобы потом чтобы она легко чтобы каждый элемент легко скользил по колечку то есть лучше не брать прям совсем вот такой вот 0 8 до пробойничек а все-таки я беру где-то больше миллиметра вот сейчас я с этим буду заниматься сделаю потом посмотрим что получится я продолжаю тить колотить короче половина сделала вы можете просто как-то делаете сразу выкладывать в какую-то форму чтобы примерно понимать вот эта верхняя линия это длина окружности то есть если у вас есть какое-то колечко до которое нужно догадались что пытаюсь делать абажур для люстр для какой-нибудь там таршера верхняя линия это будет окружность какая-то маленькая большая зависимости какое колечко найдете да отсюда количество от этих штучек нужно будет ну и длину смотрите чтобы лампочку хотя бы прикрывала то есть я вот сейчас примерно так примерно кладу чтобы какой-то раз два три четыре рядков 5 нужно будет ну чтобы лампочка прикрывала да какая там она у вас будет лампочка а дальше вы можете там уголочком выкладывать примерно вот в общем у меня еще столько и пол столько работаем дальше и так показываю что у меня получилось как видите вот такие вот гирлянды я их украсила еще металлическими колечками все закончились у меня заготовочки поэтому я вижу что для полного абажура мне нужно было бы между ними вставить еще более короткие ряды чтобы явно прослеживались вот эти уголки снизу пока у меня разделены видите на секции так вот значит отделила первый рядок 6 потом 7 потом 8 потом 9 снова 8 7 6 вот видите и тогда получается что самый длинный вот он самый острый уголок и дальше они идут на в общем повышение и что я думаю что нужно делать более редко поэтому я сейчас надела на простую спицу вязальную чтобы она не во-первых они тяжеленькие да чтобы они не прогибались поэтому вопрос сразу стоит как найти такой обруч крепкий для абажура это надо будет еще подумать вот и добавить дополнительные ряды что и так распределить их по всей окружности чтобы получилась такая вот красивая люстра абажур вот в общем на этом этапе эти заготовочки пока вам так покажу и все дальше буду доделывать и сам абажур я все равно буду собирать не сейчас поэтому готова работать показать сейчас не смогу покажу уже прям потом в интерьере когда когда-нибудь когда повешу на место или сделаем но в принципе сама идея такое что-то есть даже восточная в этом такая вот она вся колышащаяся это в общем-то из кожи как видите смотрится очень интересно я в целом мне нравится что получается я себе я себе такую бы хотела вещь возможно ей место найдется в коридоре вот эти все штучки интересно пропускали бы свет но их конечно нужно разрядить на мой взгляд более редко повесить и когда они будут висеть по окружности они просто вот так на линии мне кажется будет симпатично такая была идея